Всем, кто сейчас смотрит это видео, я хочу сказать, что это видео, ну уж извините, я делаю для себя, для своей мамы и для тех людей, которые знали и любили моего кота Кузеньку. Почему я тогда публикую его на YouTube? Потому что я не могу им показать это видео со своего компьютера. Буду загружать его на YouTube и потом просто рассылать ссылки. Я, конечно же, не против, если его посмотрят мои подписчики, которые, может быть, интересуются моей жизнью, жизнью эмигрантов, жизнью кота-эмигранта. Вообще, любители кошек, комментарии к этому видео будут публиковываться после моего просмотра. В этом видео я расскажу о своем коте, Кузеньке, о своем солнышке, расскажу его историю от рождения до последнего вздоха. Итак, мое солнышко родилось 12 августа 2004 года. Вроде бы так давно, такая цифра 2004. Я прям, как сейчас помню, тот первый день, когда я его увидела. Но прежде немножко о Кузеньке. Значит, он родился 12 августа 2004 года в кошачьем питомнике Temple Cat. Кузенька был тайский кот. Его окрас называется Sil Tabby Point. Таби означает полоски, потому что у него полосатые лапки и полосатый хвостик. Что это за порода тайские коты? Это старосиамские коты. Это очень древняя порода, выведенная в Сиаме. Сиам – это значит Таиланд сейчас по-современному. А раньше вроде бы вся эта территория называлась Сиам. Но я не очень вдавалась в подробности истории этой породы. Я просто заранее знала уже о характере этих кошек и хотела себе либо тайского котенка, либо сиамского. Почему я хотела либо тайского, либо сиамского котенка? Когда я была маленькая, со мной произошел такой случай. Мы были в гостях, и там была семья, у которых был сын. Когда наступило вечернее время, нас, детей, отправили спать в соседнюю комнату. А взрослые продолжали там беседовать, веселиться. И как-то в этой комнате оказалась сиамская кошка. Наверное, они ее тоже закрыли. Может быть, у кого-то из гостей была аллергия на кошек. Оказались мы втроем в этой комнате. И этот мальчик стал меня обижать. Сиамский кот за меня вступился. Но вступился он за меня достаточно радикально. Он прыгнул на лицо этому мальчику, когда тот на меня кричал, обзывался или даже пытался ударить что-то. Не помню точно. В общем, прыгнул он ему на лицо и расторапал лицо. И, конечно же, после этого коту влетело, мягко говоря. Мягко говоря. После этого я была неравнодушна к сиамским котам. И я вот начала читать про сиамских котов. И также увидела, что есть старо-сиамские коты, тайские. Это более мягкая порода. И также их называют коленные коты. Что это значит? Это значит, что эти кошечки все время ходят за вами по пятам и садятся вам на коленочки. Вот садитесь вы телевизор смотреть. Они прыгают к вам на коленочки и сидят с вами. Пошли вы кушать, сели за стол кушать. Они прыгают к вам на коленочки и сидят с вами. Мне очень понравилось это описание тайского котенка. Я захотела себе купить тайского котенка. В 2004 году я уволилась с работы. Сошлась со своим парнем. И мы начали жить вместе. Он снимал квартиру для нас в Москве. Я сидела дома, не работала. Вроде бы, да, гуляй не хочу. А мне все-таки хотелось какого-то домашнего уюта, домашнего тепла. Не хватает чего-то. И вот пришла ко мне такая идея завести котенка. Саша был не против. Завели мы котенка. Сейчас расскажу, как мы его завели. Стала покупать или брать бесплатные газеты, где есть объявления о животных. И вот в одной газете я увидела, написано, продается котик тайский 4 месяца. Или даже уже было ему 4,5 месяца. Сродословный. Впоследствии я узнала, что его дедушки, бабушки, папы, мамы, прадедушки, прабабушки, все были чемпионами. У всех были медали. Все они побеждали в конкурсах. Решила я съездить и посмотреть на этого котенка. Конечно же, самое главное, это визуальный контакт. Когда вы смотрите на котенка, вы понимаете, ваш это котенок или нет. Была зима, декабрь. Приехала я в эту квартиру, где они разводили сиамских котов. И вышли ко мне хозяева. Открылась дверь в одну из комнат. И из нее вышел сначала сиамский кот. А потом вот так вот выглянула, так знаете, из-за угла. Осторожно. Сиамская кошечка. И хозяева мне сказали, что это мама и папа. Котенка, которого вы пришли посмотреть. И хозяева мне сказали, по-моему, они вас одобрили. То есть вы им понравились. И потом выбежал Кузенька. Это самый-самый такой яркий, самый такой счастливый момент, когда он выбежал ко мне. Маленький, маленький, четыре месяца. Уши такие большие. Уши, как у зайца. Голова маленькая. Худенький. А тайские котята, когда маленькие, они еще и беленькие. И вот он такой беленький, полосатый хвостик. Бежит ко мне. Я была одета в шубу. И шуба у меня завязывалась на ремень. И я шубу расстегнула, ремень развязала. И он по этому ремню залез ко мне вот сюда. А здесь у меня был воротник меховой. И начал брать мне этот воротник. Посмотрел в мои глаза. И так мы с ним познакомились. Голубые, маленькие глазоньки. Солнышко мое. Веселый, озорной. Улыбался. И хозяйка мне сказала, что Кузенька так еще никого не встречал. Что я ему вроде как понравилась, что он даже на меня запрыгнул. Мне было очень приятно это слышать. И он мне очень понравился. Но они его не звали. И я не знала, как его зовут. И я им сказала, вы знаете, я бы хотела его назвать Стич. Потому что он похож на Стич. Он такой, знаете, озорной был. Озорной такой хулиган. Но с добрым сердцем. С добрым. С самым добрым сердцем на свете. Они сказали, мы его должны были зарегистрировать на букву К. Там как-то котят регистрируют по алфавиту у них. В этом питомнике. И вот мы его назвали Кузей. И он уже откликается на Кузю. Поэтому, наверное, будет неправильным. Если вы его будете называть Стич. Может быть, он не будет откликаться. Ну, знаете, я подумала. Ну, Кузя-то Кузя. Хорошее имя. Домовенок Кузя. Я была не готова к его покупке. У меня с собой были, конечно, деньги. Но я как-то совсем не подготовилась. Думала, приеду, просто посмотрю на котенка. А вот так мы друг другу понравились. И муж хозяйки, да, хозяин, говорит, ну, вроде бы все хорошо. Он вам понравился. Вы ему понравились. Что, тогда, может быть, и возьмете сегодня? Есть у вас деньги. А стоил он 100 евро. Или как? 100 долларов. Тогда еще евро-то, по-моему, не было. Господи. 100 долларов. Я говорю, ну, да, есть 100 долларов. Он говорит, или вы хотите с родословной. Вы его как будете покупать? Как домашнего питомца? Или на выставке ходить? Я говорю, не, я буду покупать как домашнего питомца. На выставке ходить не буду. Он говорит, ну, вот как домашний питомец 100 долларов. А если хотите, чтобы мы вам все родословные подготовили, там всякие бумажки, их как бы нужно оформлять, знаете, заверять, печати ставить, то тогда 200 долларов. Ну, вот у меня с собой 100 долларов было. Я им отдала. Они мне выписали справку. Говорят, вот, сходите там в такое-то учреждение и заберите его родословную сами, если она вам когда-нибудь понадобится. Ну, я так подумала, зачем она мне понадобится. Потом, в конце концов, она мне понадобилась. Вот. А у меня с собой ничего не было. Ни переносочки никакой. Ну, я вообще была никак не подготовлена. И они говорят, ну, у нас есть коробка. Или у меня была в машине коробка. Такая коробка из-под бумаги. Мы там дырки сделали для того, чтобы он дышал. И начали его засовывать в эту коробку. А он так стал возмущаться, вылезать, так сопротивляться. Знаете, что это вы меня в какую-то коробку запихиваете, закрываете. И вдруг я смотрю, а хозяйка Кузи заплакала. И я ее спрашиваю, а почему вы плачете? Она мне говорит, я не хочу, говорит, его продавать. Я говорю, почему? Она говорит, ну, потому что, говорит, я его люблю. Он говорит, у нас в питомнике самый любимый котенок мой. Он, говорит, со мной спит, меня целует, меня обнимает, везде со мной ходит. Он самый, говорит, у нас нежный в питомнике, самый ласковый, самый солнышко. А муж ее рядом стоял. И он ее, ну, как бы перебил, что ли. Ну, мы же договорились, что мы хотим детей. И, в общем, потом из разговора я так поняла, что вот они, как бы, не могли, что ли, иметь детей из-за котов. Или у них не было времени на детей из-за котов, из-за того, что они занимались разведением тайских котов. Ну, они уже такие были в возрасте, далеко за 30. И вот, наверное, муж, я так поняла, хотел детей, а почему-то вот они не могли совмещать и детей, и вот этот питомник. Ну, мы же договорились, она, да-да-да, да-да, забирайте. И говорит, ну, возьмите тогда нашу переносочку. И в этой сумочке я его повезла домой. Привезла я его домой, открыла сумочку и говорю, выходи, кузенька, выходи, это твой новый дом. А он не выходит. Так и сидела у нас в сумочке. Конечно, я ему туалет купила, еду купила, мисочки. Все ему показала, где находится. Мы его, как бы, знаете, на руках переносили и показывали ему, где что. Но он вот сразу в сумочку убегал и сидел в этой сумочке. Такой злой, сердитый такой. Мол, зачем-то вы меня сюда привезли. Там у меня мама, папа, братики, сестрички. А знаете еще, в чем кузенька был такой индивидуальный, особенный? Обычно же у кошек рождается по 4, 5, 6, 8 котят. А кузенька родился один. Один. И поэтому, естественно, он стал любимчиком. Все его любили. И мама кошка, и мама хозяйка. Все любили кузеньку. Он был настоящим солнышком. И родился он в любви, жил в любви. И когда я его к нам перевезла, тоже он у нас на Баумасске жил в любви. Обнимался, целовался. Конечно, это все пришло не сразу. Долго он у нас сидел в этой сумочке. А потом мы купили ему мячики. Думаю, мы будем мячики кидать. И он выбежит из сумочки, да, начнет играть. И точно так-то получилось. Начали мы ему кидать шарики. И он так как-то оживился. И начал за этими шариками бегать. И так вроде бегал, бегал по квартире. И разбегался. И нормально мы стали жить. Вот такой был у меня котик, кузенька. Вот так вот мы с ним познакомились. 100 долларов за чистое счастье. За бескорыстную чистую любовь. Вот так вот судьба нас свела с ним. Такая вот история нашей встречи. Наверное, продолжение будет в следующем видео. Не хочу сразу все вмешать в одну кучу. Так что кому интересны кошачьи истории, ждите следующих серий. Все, кто знал кузеньку, все, кто любил кузеньку, все, кто помогал кузеньке, помогал неоднократно. Особенно в последнее время, когда он болел. Об этом я, наверное, расскажу в самой последней части этого видео. Всем-всем-всем я хочу уже в этом видео сказать огромное спасибо за помощь, за поддержку. Конечно, он не знал, что вы ему помогаете. Но мы думали, что мы ему помогаем. Когда покупали ему лекарства, когда передавали ему лекарства, когда давали ему лекарства. Мы все думали, что мы ему помогаем. Но, знаете, в последние минуты его жизни пришло ко мне какое-то то ли озарение, то ли осознание того, что... А стоило ли? Стоило ли? Ну, на этот вопрос я, наверное, никогда не получу ответа. Стоило ли его пичкать лекарствами, которые в итоге его не спасли? Увидимся в следующем видео. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok